В пригороде Санкт-Петербурга, поселке Стрельни, в Свято-Троицкой, Сергиевой и Приморской пустыне впервые после открытия принимали многочисленную группу юных паломников. Детский православный хор «Радуга» из Эстонии. В день отъезда ребята дали концерт для прихожан-обителей и жителей поселка. Неожиданно нагрянувшая среди весны зима в Санкт-Петербурге была единственной холодной ноткой, которой встречала северная столица, ребята из детского хора Эстонии. Во всем остальном этот прием был по-настоящему теплым. Особенно горячо их встречали здесь, в Троице-Сергиевой пустыне, где ребята нашли не только кровать и стол, но и добрых друзей. Насельники обители хоть и не присутствовали в большинстве своем на концерте, во время поста у монахов нет свободного времени, но как и саму подготовку мероприятия, так и все прочие хлопоты о детях взяли на себя с радостью. Вся атмосфера встреч наших, все эти дни были наполнены одним словом – любовью. Любовь на каждом шагу. Любовь, тепло, забота – все это было. Давно не встречала таких людей, которые со всей добротой просто готовы все отдать и ничего взамен не получать. Просто от сердца. За пять дней концертного тура, совмещенного с паломничеством, ребята выступили на многих площадках. Пели в Константиновском дворце, в Большом дворце Петергофа, в храмах, в Морском соборе Кронштадта. Им везде были рады. Радуга – один из лучших хоров Эстонии. В их репертуаре песни на русском, эстонском, старославянском, греческом, грузинском и даже итальянском. Но во главе всего духовные песнопения. Мы поем разные произведения, и духовные произведения, они имеют свой смысл, их тяжелее петь, потому что нужно по-особенному петь. А в советские произведения, их немножко легче петь. И православный произведение мне нравится гораздо больше. Душевный подъем, сразу такое прям другое ощущение мира становится. И вот благодаря хору я стала ходить в храм тоже, что, ну, с Богом началась сливаться. Приезд хора в Петербург – инициатива муниципалитета «Стрельны». Чиновники уверены – соседствующим странам нужно дружить. Между нами нет границ, потому что те ценности, которые проповедуем мы – мир, дружба, любовь, прощение – такие же ценности и у них. Мы говорим на одном языке, хотя, может быть, используем для этого разные языки. Мы русские, а не эстонские. Но это, тем не менее, объединяющее начало в нашем понимании того, как должны между собой дружить народы. А дружба хочется, чтобы начиналась с наших маленьких муниципалитетов. И, может быть, она перерастет снова в большую дружбу между нашими странами. Потому что, конечно, нас в Эстонии много. Мы разных национальностей, но мы русские все равно. По духу, в душе. Нас много православных. И мы рады, что вот эта встреча наша состоялась. Потому что, конечно, самое первое, что может быть в объединении наших народов – это культура. Культура, которая очень высокая, духовная между нашими странами. Пусть она продолжается, развивается. И на созидание наших отношений между нашими странами. Клара Раисовна не просто глава делегации, но и мама – участница хора «Радуга». Вместе с дочкой в хоре они обрели не только друзей, но и веру, покрестившись в православие. Как и еще 18 участников коллектива, которому скоро исполнится 45 лет. С чем мы его и поздравляем.